Всем привет! Меня зовут Диана Глостер, я YouTube-блогер, Instagram-блогер, певица, актриса и телеведущая. Сегодня я хочу рассказать вам о том, как создать свой YouTube-канал и что самое главное нужно учитывать при создании этого канала. Главное, что вам нужно знать, это то, что обязательно должно быть какое-то направление. Вы должны понимать, на какую тему вы будете рассказывать людям, своим зрителям, своей аудитории. Очень важно, чтобы вы понимали, о чем вы будете рассказывать и что такого вы расскажете зрителям, что они еще не слышали. Потому что это может быть уникальная информация, это может быть какая-то интересная подача, это может быть какая-то уникальная тема. То есть вы должны понимать, что вы можете предложить своей аудитории. Потому что очень часто сталкиваются блогеры с проблемой, что они вот очень много делают, снимают, и все так у них замечательно, но подписчиков мало. Люди должны понимать, зачем они возвращаются к вам на канал и должны как бы быть в жажде этой информации. К тому же очень важна картинка. На сегодняшний день будем реалистами, блогером может стать каждый. Просто каждый, у кого есть какая-то камера, включая веб-камеру на ноутбуке, считает, что он уже блогер. И поэтому конкуренция очень большая. И очень важно, чтобы у вас качество было конкурентоспособным, чтобы вы могли предложить человеку не просто какую-то информацию, а еще и просто приятную эстетическую картинку. Очень большая ошибка еще, когда человек пытается захватить просто все на свете, сделать и теги какие-то популярные, и опять же взять и такую фэшн-тему, и потом снять какое-нибудь кулинарное видео и так далее. Это хорошо и творить нужно, но тем не менее старайтесь придерживаться какого-то одного формата. То есть или это влоговый формат, когда вы или болтаете, или показываете свою реальную жизнь, или это формат такой больше уже телепередач, когда вы сидите перед камерой и конкретно рассказываете на какую-то тему. Более того, хочу сказать, что очень большая такая ошибка, это когда человек гонится за подписчиками. Именно потому что в погоне за подписчиками вы можете, во-первых, наделать очень много ошибок и снимать вещи, за которые вам потом будет стыдно, потому что вы должны понимать, что в интернете всегда модно какие-то, я не знаю, пранки, какие-то сумасшедшие, иногда дурацкие вещи. Но не забывайте, что ваш канал это ваше лицо, это ваш имидж, и поэтому не гонитесь за подписчиками, а создавайте именно очень качественный контент, который привлечет вашего зрителя, с которым вы сможете общаться. И тут я медленно перехожу к последнему пункту, что очень важно, это коммуникация с вашим зрителем. Обязательно отвечайте на комментарии, обязательно пишите какие-то посты, которые будут спрашивать мнения ваших подписчиков, ваших зрителей, спрашивайте в видео, что они думают, чтобы в комментариях они указывали. Потому что человеку важно знать, что он имеет прямую к вам связь, отношения, и чтобы ему было интересно к вам возвращаться не только к говорящей голове, а чтобы как с человеком, как с другом он мог с вами пообщаться. Субтитры создавал DimaTorzok